Итак, мы снова вместе. Мы снова вместе, а это значит, что наша энергия, наша общая энергия будет помогать нам чувствовать себя лучше. И сегодня энергия будет особенная. Возможно, эти дни были сложные, непростые, а может быть, наоборот, кто его знает. Но сейчас мы мысленно повернемся спиной к прошлому и, может быть, даже закроем глаза. Закроем глаза и все наше внимание, как всегда, направим внутрь. Внутрь в наше спокойное внутреннее пространство, наш внутренний мир, там, где нам хорошо по-настоящему. Когда мы закрываем глаза, тогда постепенно наше внимание с каждым вдохом начинает погружаться внутрь. Как будто часть внимания даже на одном вдохе, а на выдохе оно распространяется по всему животу, оно остается там в животе, и это хорошо. И с каждым вдохом мысли, сколько их есть, по одной или вместе, пускай они погружаются туда внутрь, доходят до самого низа живота. Там, где кормящий нас энергетический центр, мы его знаем, он хороший. Когда мы о нем думаем, он дает нам силу. А когда у нас есть сила, тогда у нас есть и спокойствие, и это хорошо. Там, в глубине живота, ниже пупка, между передней стенкой живота и малым тазом, где-то там внутри. Там вот этот центр, который нас и сегодня интересует. Ну, не только сегодня, вообще всегда. И мы вдыхаем туда, а выдох как будто распространяется по всему животу, потому что этот центр занимает весь низ живота, и выдох уходит туда. Сейчас все внимание на этом центре и на этом дыхании. Можно представить себе, что мысли из головы перемещаются туда, вниз. Может быть, по одной, с каждым вдохом вы вдыхаете, и какая-то мысль, например, вы думали о чем-то, и эта мысль, она может чувствоваться, она может осознаваться, она может как-то визуализироваться. И она уходит туда, проходит сердце, солнечное сплетение, и уходит туда, в глубину, в глубину живота. И там остается. А воздух, который мы вдохнули вместе с ней, сам спокойно выходит, о нем даже думать не нужно. Вдох и выдох. И еще одна мысль или воспоминание. В общем, все, что в голове, все, что в разуме, все, что в сознании, пускай постепенно перемещается туда внутрь, вот из головы, и как будто вот так вдох и туда ушло вниз. Голова становится свободной. Можно даже представить себе, что она легкая, как воздушный шарик, который наполнен гелием. И она легкая, и как будто кто-то добрый и светлый, сверху немножко как будто нас за макушку тянет туда, к небу. Не давая голове упасть, а внимание постепенно переходит туда, внутрь. И вот постепенно уже, пускай, большинство мыслей, большая часть внимания уже переходит туда, в глубину. Некоторые представляют, что как будто вся голова ушла туда, внутрь, вместе с носом, губами, глазами, ушами и так далее. Как будто центр нашего внимания постепенно с ним происходит перемещение. И теперь новое его местонахождение – это центр, кормящий нас физической энергией, тот, который внизу живота, ниже пупка. Это хорошо. Просто попробуйте сейчас это представить. Если не получается, не страшно. Как будто представьте. Как будто. И вот так и хорошо. Уходит туда, внутрь постепенно, и голова уже в животе. Большинство мыслей там, в животе. Там тихо, тепло и спокойно. Наверное. Наверное. Может быть. Немножко странно это, но пусть этот центр сейчас будет у нас главным. И вот мы начинаем наполняться энергией. Там внизу. Угу. Так интересно. Мы представляем себе, что воздух, который вокруг нас, он же полон огромным количеством энергии, жизненных. Творец наш Создатель, наш Бог, он постоянно эту энергию посылает в мир, напитывает ее. Это он поддерживает звезды во всей Вселенной. Иначе бы они давно сгорели. И вот эта же энергия, она сейчас вокруг нас. Энергия неба, как мы ее называем, она в воздухе. Представьте себе. Она светлая, теплая, активная. Как солнечный свет. Пусть даже сейчас солнце не видно иногда. Это не важно. Энергия неба все равно всегда с нами. А еще энергия земли. Она более прохладная, более спокойная, стабильная, кормящая. Ею тоже полон воздух, и она всегда с нами. Человек без нее не живет. А с нею, с энергией земли, человек живет, чувствует стабильность. Ну, стоим на земле двумя ногами, или как-нибудь сидим, или как-то еще. Но когда есть почва, всегда мы чувствуем стабильность. Энергия земли мощная, прекрасная. Если энергия неба теплая, то это немножко прохладная. Но не холодная, она просто стабильная. А еще энергия природы, которая наполняет воздух. Каждое дерево, каждое растение, каждый цветок, каждая травинка, былинка, как говорят, излучает живой свет. И спускают эти живые фотоны, как их называют. И этим живым светом полон воздух, полно пространство вокруг земли. Это энергия природы. Да и каждый из нас тоже эту энергию излучает. И вот представьте себе, почувствуйте, осознайте, что воздух вокруг нас полон этих энергий. А еще в воздухе кислород, несущий жизнь, азот, из которого образуются белки, и другие газы, без которых жизни на земле не было бы. Иначе зачем Богу их создавать? И вот этот воздух мы вдыхаем, даже не осознавая, что он в себе несет. Это же прекрасно. Мы вдыхаем все эти энергии, энергию неба, энергию земли, энергию природы. Мы вдыхаем, и она, конечно, остается в легких воздух с кислородом, а энергия уходит дальше туда, в живот, вниз живота. И на выдохе мы выдыхаем, воздух уже пустой, а энергия наполняет живот. И вот представьте себе, что эта энергия, которая пришла и сверху, и снизу, и со всех сторон, она наполняет низ нашего живота. Мы вдыхаем, и на выдохе часть энергии остается внутри. Мы делаем следующий вдох. Не надо как-то дышать необычно. Дышите как всегда. То есть вообще не меняйте ритм дыхания. Но если хотите, можно сделать небольшую задержку на вдохе. Вдох. Чуть-чуть задержка, буквально 3-4 секунды. И выдох. И вот наполняем постепенно живот. Вот как здорово. Мы наполняем живот. А этот центр, вы знаете, внизу живота. Он питает физическое тело. Не только тело, и душу, и дух, и мозг, но в первую очередь тело. А сейчас мы наполняем его. Мы делаем еще один вдох. И еще порция энергии ложится туда, вниз живота. Да, это здорово. Уже очень скоро мы наполним весь живот. И тогда там внизу, и с этой стороны, и со всех сторон, до всех сторон будет ощущаться полнота. Полнота энергии. Иногда уже 2-3 вдоха дают ощущение, что центр весь полон. Но мы сделаем их хотя бы 10. Наверное, вы уже сделали их даже больше. Правда? И постепенно возникает ощущение, что не только низ живота. Низ живота уже полон давно. Но и все, что выше пупка, все, что под диафрагмой. Ну, вы же знаете, где диафрагма. Вся брюшная полость уже наполнилась энергией. Как это здорово. И эта энергия распространяется по всему телу. А мы продолжаем дышать. Продолжаем. Как это прекрасно. Еще один вдох. Еще порция энергии силы неба, энергии земли, энергии природы. Еще одна порция ушла внутрь. И на выдохе она уже начинает наполнять грудную клетку. Вот как здорово. Живот уже полон. Теперь грудная клетка. С каждым выдохом энергии все больше. Мы вдыхаем. Чуть-чуть небольшая задержка. На задержке воздух кормит легкие. Да. А на выдохе энергия остается. И наполняет уже грудную клетку. И уже через несколько вдохов-выдохов. Как будто не только там внизу в животе. Но и в середине грудной клетки. Как будто там уже полно энергии. Уже на уровне шеи, рта где-то чувствуется. Может быть. А может быть и нет. Но это можно просто представить себе. И дальше мы, конечно же, когда вдыхаем новую энергию, куда она идет? Она начинает распространяться в руки, в ноги и в голову. Я не знаю, как именно у вас сейчас это будет. Но когда мы вдыхаем эту порцию, уже все туловище полно. Брюшная полость и таз, естественно, вместе с брюшной полостью. Конечно. И грудная клетка. И на выдохе уходит. Может быть в руки сначала. А может в ноги. Вообще энергия идет сразу во все стороны. Просто вы будете ощущать это по-особенному. То ли сначала руки, то ли сначала ноги. А может одна рука. А может голова. Какая половина головы. Неважно. Не старайтесь куда-то энергию направить. Она знает, куда идти. Просто будьте внимательны. Ощущайте, как вот оно получается. Ощущайте и представляйте. Да. И на каждом вдохе вот так вот она уходит. И уже через несколько вдохов-выдохов это происходит быстро. Это не надо сидеть час или полчаса. Иногда нужно. Но сейчас, поскольку мы делаем это вместе, и я помогаю вам. Можно представить себе, позволить себе представление, что тело полностью уже насыщено этой энергией, которую мы получаем на вдохе. И что делает эта энергия? Она через кожу как будто проходит наружу. Представьте себе вдох, а там внутри уже все полно этой прекрасной, светлой, теплой, гармоничной, доброй энергии и творческой. И на выдохе, как будто через кожу она проходит наружу. И еще вдох и выдох. И она окутывает нас такой вот доброй аурой. Да. Почему доброй? Потому что она идет из нас. Мы же думаем, добрые мысли. Правда? Хорошие. Наши мысли и наши слова – это вклад в космос. Что произнесем, что подумаем, что нарисуем, то и пойдет дальше во Вселенную. Туда? И то же самое мы получим обратно. По закону. Подобие, как магнит. Излучаем добро. Получаем добро. А те, кто что-то другое, сами они потом будут понимать, что это было неправильно. А мы вдыхаем снова. И вот эта защита вокруг нас. Мы же знаем, это та самая защитная энергия, которую китайцы называют вэй ци. Вот это защитное поле вокруг нас, мы сейчас постепенно наполняем его в одну сторону, в другую, вверх-вниз. Мы вдыхаем энергию неба, земли и природы. А внутри нас много этой энергии уже, поэтому мы наполняем из нас, она выходит в разные стороны. Защита. Когда мы защищены, нам прекрасно. Мы даже можем опять закрыть глаза, а может быть они у вас уже и закрыты все время. Можем опять закрыть глаза и представить, вот как мы сами строим себе защиту. Мы это называем личный космос или персональный космос. С каждым выдохом этой энергии все больше. Она все больше наполняет это пространство. Да. И она может распространяться очень далеко, на несколько метров у тренированных людей. Ну, нам сейчас, не знаю, нужны ли эти метры. Мы просто представляем себе, что она вокруг, а поскольку она согревается нашим дыханием, нашим сердцем, у нас же хорошие мысли внутри, правда? Эта энергия очень положительна. И она притягивает такую же. И вот мы не просто вокруг себя защиту построили, мы стали как солнышко, которое согревает не только самого себя, но и захотите весь мир. И вот спокойно наше тело успокаивается. Оно может быть подвижным или неподвижным, но оно в любом случае спокойное. Потому что энергия внутри, энергия снаружи. И как же это хорошо. Сейчас, если есть желание, можно дальше позволить этой энергии, например, успокоить нас и усыпить, и уснуть. Можно и по-другому. Можно просто расслабиться, внимание внутри, и еще какое-то время отдохнуть в излучении вот этой прекрасной, в общем, хорошей защитной энергии, которая взаимодействует с окружающим и с тем, что посылается нам с небес, из земли. И от природы. Просто наслаждаемся этим. Мы постоянно дышим, конечно. Мы постоянно вдыхаем новую порцию энергии. И на выдохе расходится она по всему. И как будто иногда даже очень далеко можно ее ощущать и даже представлять и осознавать. Может быть, не очень далеко, но все равно это наша защита. Наше сердце улыбается. Наша голова, наш мозг тоже улыбается. А если голова в животе, то она улыбается там, в животе. В любом случае, осмотрим сейчас изнутри наше тело, мыслим, там энергия. Энергия сама может пойти в те места, которые надо подлегчить, подправить, укрепить. Сейчас об этом мы не думаем. Для этого отдельное занятие будет. Но сейчас просто наслаждаемся этой энергией. и этой защитой, и этим спокойствием, которое дарит нам вот этот поток энергии. Идущий сверху, и снизу, и со всех сторон, посылаемый нам Творцом, И встречаемый нашим сердцем, которое улыбается, да пребудет в нем любовь, стремление соединиться с хорошим. Это прекрасно. И сейчас, когда я замолчу, вы еще можете спокойно подышать вот так, еще больше наполнится энергией. Тогда уже все ваше внимание будет только внутри. Вам не надо будет слушать мои слова. И тогда вы почувствуете, как еще лучше энергия делает вас, изменяет вас, несет. Здоровье, силу и спокойствие. А я умолкаю.